Всем привет! Меня зовут Александр Курашов и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется 1% удачи. Откуда такое название? Объясняю. Успех на охоте на 99% зависит от подготовки и лишь на 1% от удачи. 1% удачи это только название этого проекта. Сам же проект посвящен остальным 99% составляющих успеха на охоте. Итак, перед вами второй эпизод подкаста 1% удачи. В этом эпизоде речь пойдет о белохвостых оленях. Об охоте на белохвостых оленей в Северной Америке, штат Вирджиния. Сегодня у меня в гостях Олег Кузнецов, охотник с луком. Он поделится своими впечатлениями о своей первой удачной охоте с луком на белохвостого оленя. О том, как он готовился к этой охоте, как охота прошла и какие у него были впечатления, какие уроки он вынес из этой охоты. Всегда хотелось заняться охотой, но почему-то находилась уйма всяких причин и отмазок. Почему этим не заниматься? Во-первых, это было какое-то новое занятие для меня. Я не знал, к кому обратиться, у кого спросить. То есть не было кого-то наставника, кто бы мог рассказать, хотя бы показать первые шаги. Плюс, конечно, сложно получить разрешение на оружие, для вообще, с какого начинать, где покупать. Собственно говоря, желание было, но перевес был. Слишком много было препятствий. Но если не было наставника, то откуда у тебя вообще идея возникла об охоте? То есть где-то, может быть, телевизор увидел, я не знаю. В наше время все решает интернет, ютуб. Ну, понятно. Ну, в принципе, да. И вот, значит, с давних пор ты начал охотиться. Вот ты прям сразу же прям в арчере вдарился? Охота с луком, с арбалетом? Охота, да. Но у меня тоже есть любовь к оружию. Я люблю огнестрельное, люблю метательное и холодное оружие. Вообще, если честно, то это охота, да, но больше мне нравится находиться где-то на природе. А чем там заниматься? Это соответствует сезону, конечно же, какому-то соответствующему настроению и месту, где я нахожусь. Ну, понятно. Ну, ладно, мы сегодня поговорим про охоту с луком. Я знаю, что добился каких-то неопределенных успехов. Поэтому давай сразу перейдем, расскажешь нам в двух словах о твоей недавней охоте, когда ты добыл с луком, который перед нами лежит, добыл оленя. Собственно, вот у меня есть здесь фотография. На, твоя будет на память. Смотрите, какая интересная. Вот это я. Расскажи нам, кого ты... Это было когда? Неделю назад. Неделю назад. Ну, ладно. В начале января 2017 года. В начале января 2017 года. Кого ты добывал? Подожди, вообще, вот издалека начни. У тебя было желание просто кого-то добыть? Или ты целенаправленно, продуманно шел на охоту на определенного зверя? Или ты просто взял лук, пошел в лес, сказал, кто первый на меня выйдет, того и будет добывать? Конечно же, шли на оленя. Ну, ладно. Ну, а почему ты решил именно на оленя пойти? Его достаточно много здесь у нас в регионе. Это первое и второе. Ну, сезон открыт на него. Ну, да, очевидно. То есть охотишься по сезону, не... Ну, ладно. А вот... Ну, ладно, хорошо. Ты узнал. Ага, значит, у нас есть олень. На него есть вариант охоты. Где ты дальше? Как это вообще? Ну, охота же не так просто. То есть не каждый может взять лук там или даже ружье и пойти в лес и добыть. То есть надо было подготовиться. Вот где ты брал информацию о том, как охотиться с луком именно на этого зверя, на оленя? Все из интернета. Абсолютно все. Ребята, не ищите никаких отмазок, недостаточно информации, недостаточно чего-либо. На самом деле просто недостаточно желания. Если есть желание, то в данный момент все находится в телефоне, это находится в айпаде, это находится в компьютере. Господи, заходите вы в библиотеку, возьмите книжку. Там будет не столько про охоту с луком, а очевидно, там не будет ничего про охоту с луком, но там, по крайней мере, будут какие-то повадки животных, что действительно поможет вам хотя бы немного приблизиться. Немножко отходя от темы самой охоты с луком, до того, как начался сезон, у меня уже было три стента я купил по дешевке. За ситку. И повесил ее недалеко от работы. У нас небольшой лесопарк. Я приходил туда чуть ли не ежедневно и просто сидел и ждал оленя. До работы? До работы. То есть у меня работа начинается в 8, а светает в 5. Это еще когда? Так, кот, ну-ка уходи отсюда. Кот атакует нашу камеру. Ну, значит, ты доработаешь еще когда было? Когда осень или конец лета? Это было август месяц. Ну, понятно. То есть сезон еще закрыт? Сезон закрыт, а олень не пуган. Светает рано? Светает рано, то есть времени предостаточно. Я пробовал до работы, после работы просто посидеть пару часов, посмотреть. Ну, и тогда уже тогда у тебя были такие случаи, что олень был довольно близко на расстоянии выстрела? Нет, я ее ни разу не видел. Вообще, то есть ты ходил, не видел, все равно сдавался? То есть я видел, что есть тропа. Если есть тропа, значит, по ней ходят злее. А камеру ставил? Камеру ставил позже. До камеры я еще не дошел. Ну, понятно. В тот момент я думал, что все гораздо проще. Что можно просто прийти, поставить засидку и увидеть. Пришел, поставил засидку на пару дней, и потом начинаешь туда ходить, чтобы там не воняло оленью. Ну, да. Ну, бывает всякое, да. То есть, ну, ладно, значит, ты начал готовиться издалека. И, ну, давай перенесемся вот именно в тот день, когда ты с этим луком добыл олень. Вот прежде чем мы перейдем, я бы хотел, чтобы ты рассказал о самой охоте в тот день, но расскажи нам сначала вот об этом луке. То есть это вот тот самый лук, которым ты добыл этого вот оленя, который ты уже съел или еще осталось мясо? Еще есть, но поделил, дал друзьям. Все просто в восторге говорят, как вкусно, как интересно, как необычно. Ну, хорошо, ладно, про это мы тоже вкратце поменем потом. Давай, лук. Покажи нам вот в двух словах. Расскажи. То есть, во-первых, что это такое вообще? Вот, подожди, извини, перебил. Для тех, кто не знаком с охотой с луком и вообще арчери или стрельбе из лука, это вообще на лук не похоже. Правильно? То есть лук, это наше понимание, палка, веревка, стрела. Палка, веревка, стрела – это традиционно, как мы видим, лук, это как Робин Гуд с таким ходил. А это уже очень высокотехнологичное какое-то орудие, я бы сказал. Ну да, выглядит оно высокотехнологично, спор нет. То есть это блочный лук. То есть принцип заключается… Да. Ну ладно, давай, мы не будем вдаваться, мы особо вдаваться не будем в подробности. Мы про это уже можно в интернете найти на русском языке довольно достаточно много информации, о том, что такое блочный лук, чем он отличается от традиционного. Что, кстати, можем потом отдельно про это поговорить. Но вот этот блочный лук, значит, какие у него характеристики? Пробегите вкратце. Во-первых, как называется, что это за бренд? Это Matthews Helen X. Значит, по-русски Matthews Helen X? X. Правильно. Значит, какой фунтаж? У меня здесь стоят до 60 паундов. Окей. Ну, где-то на 60 тебе выстрелили. Выстрелили на 55. На 55 выстрелили. То есть, значит, ты с луком блочным в 55 фунтов натяжение усилия добыл оленя. Да. Какие стрелы ты используешь? Какую стрелу ты используешь? У тебя есть вот прям та стрела или хотя бы тот наконечник? Чего-то из этого осталось или стрела? Да, я захватил и стрелу, и наконечник, и все есть. Хочешь сюда вот его поставить? Да. Да, заблокати. Нормально. Отлично. То есть, вот тот самый наконечник. Я использовал швакер. Вот это вот стрелянный швакер. Вот, дайте я вам покажу. У меня тут есть пару брутхедов, которые я еще не использовал. Пока я стрелял по оленю только швакером из лука. То есть, вот это вот у тебя сейчас на стреле швакер? Вот это вот новый швакер. И этот наконечник, он... Это раскрывающийся наконечник. Механический еще называют. Механический. Когда он в закрытом состоянии, то дюйм, режущая поверхность, и открывается он... При попадании он, да. Образом он сначала проникает в плоть, и потом внутри открывается, и здесь уже два дюйма лезвия, которые, собственно говоря, и наносят... Создает раневой канал, благодаря которому теряется кровь и давление, и зверь засыпает. Смысл наконечников подобных заключается в том, что в закрытом состоянии, в закрытом состоянии они максимально компактны, и это не влияет, не сильно влияет на полет стрелы. То есть, если бы это был какой-то здоровый такой наконечник из больших лезвий, то полет стрелы мог бы немножко измениться. Соответственно, можно не попасть по месту, что самое критичное в охоте с луком. Ну, значит, хорошо... Но есть момент, я тебя немножко перебью. Давай. Я видел видео, какой-то русскоязычный дядька в интернете рассказывал, как он стреляет из лука на 70, на 80, на 100 метров, может, даже больше. Мне попадает в мишень такого размера. Ну да, вопросов нет, что пристрелять, в принципе, можно. То есть, если узнать, как летит стрела, как влияет наконечник на поведение стрелы, пристрелять и попадать на 100 с лишним метров, в принципе, можно. Вопрос заключается в том, вот как ты считаешь, вот этот вот олень, если бы он стоял, если бы ты пристрелял свой лук, если бы олень стоял на 100 шагах... Я бы в жизни не стрелил. Ну, почему нет? Приусловно, что этот лук, ну, понятное дело, что с этими вот технологиями он может стрелять так далеко. Почему бы ты не стрелял? Вся прелесть охоты с луком, во-первых, ты подпускаешь зверя довольно-таки близко. Это мы говорим о 20-30 метрах. Данного оленя я добыл меньше, чем 20 метров. Находился он от меня. Плюс есть какой-то шанс, что ты не попадешь в килл-зону, и тем самым будет подранок. Потом его добрать практически нереально. Ну да. Еще есть момент такой, что, несмотря на то, на всю технологичность этого лука, скорость вылета стрелы, поправьте меня, если я ошибаюсь, где-то в районе 300, чего там, 40 футов в секунду. Пускай будет 300. Ну, пускай 300. Это в треть, больше, чем в треть, меньше, чем скорость звука. То есть зверь, находясь на расстоянии в 100 метров, услышит звук выстрела и приближающейся стрелы раньше, чем стрела до него долетит. И это даст зверю достаточно времени, чтобы повернуться, увернуться или просто дернуться, сместившись немножко. И тем самым стрела, опять же, попадет не в легкие, куда нам нужно попасть, а, предположим, в брюшную полость. И тем самым, опять же, у нас получится подранок, который, может быть, не может быть, он точно помрет, но займет это сколько, 12-24 часа. А найти уже его будет нереально вообще. Потому что мы будем идти, к нему ближе подходить, будем толкать его, толкать, и в результате он убежит в другую страну. Вот. То есть это одна из причин тоже, по которой ограничена дистанция. То есть скорость стрелы, она гораздо ниже, чем скорость звука. Вот. Ну ладно, значит, стрела сама. Насколько тяжелая стрела эта? Ты помнишь, нет, примерно? О, вообще, ребят, не знаю. Отлично. То есть ты руководствовался, при выборе стрелы ты руководствовался чем? При выборе стрелы я руководствовался советом умных людей. Как и при выборе лука. Я пришел в магазин, перепробовал, потягал, наверное, штук 10 разных луков, попробовал из них стрелять. Мне действительно, как говорят, лег в руку именно этот вот Мэттьюс. И, соответственно, под него мне подобрали стрелы. Ну да, но это Black Eagle стрела и называется Carnivore, что значит, как переводится по-русски. Carnivore? Это переводится как, ну, в общем, это противоположность вегетарианству. То есть это... Мясоед. Ну, не совсем, неправильно, как-то есть. Ладно, сменили тему. Смысл в том, что Black Eagle делает охотничьи стрелы. И придя в магазин, которому вы доверяете, и сказав, вот, ребят, мне нужен вот такой вот лук, мне нужны охотничьи стрелы. Ну, если вы доверяете этим продавцам, они, скорее всего, вам посоветуют. Но, в принципе, на самом деле, признаюсь, я вот тоже недавно заимел аналогичный блочный лук. И я пришел в магазин, я посмотрел, выбрал стрелы из ценовой категории, которая мне нравится, увидел знакомый бренд, посмотрел в интернете пару отзывов, и все, я взял. И я особо не заморачивался по этому. Почему? Потому что вот перед нами сидит человек, который, не зная доподлинно вес стрелы, не зная даже, возможно, ее жесткости. Какая жесткость? А я умею читать. 300. 300. Ну, то что там написано. Спайм. Ну, ладно, не зная вот этих вот всей матчасти доподлинно, умудрился этично, ну, давай, ты можешь это, этично добыть зверя. Это я не говорю ни в коем случае для того, чтобы все сейчас сказали, о, блин, это реально возможно. Берем луки, берем первую попавшую стрелу и влез. Нет. Вот расскажи нам в двух словах, как ты готовился к этому, к охоте, вот именно с луком. Потому что я знаю, что ты добывал с арбалетом до этого. Да. Ну, арбалет, это отдельная история, там, ну, вот, давай, в двух словах, арбалет или лук, чего легче было? Арбалет однозначно. Арбалет однозначно. Ну, давай про лук. Вот, как ты готовился к охоте на этого оленя, вот именно к той охоте, вот с этим луком? Самое сложное, это научиться правильно стрелять с возвышенности. Когда ты находишься на дереве, то из арбалета, в принципе, выстрел, стрелять можно и даже нужно сидя, а ты приложил арбалет и сделал выстрел. С луком немножко посложнее, можно стрелять сидя, можно стрелять стоя. Я предпочитаю стрелять стоя, а, собственно говоря, что я делал, я просто тренировался. Настреливал с высоты. С высоты. Ну, понятно. Сколько у тебя времени заняло, вот, от момента приобретения лука до охоты? Ну, месяц. Месяц. И сколько ты тренировался в день? Каждый день, благо у меня на работе есть где пострелять. У меня есть хорошая стена, чтобы никуда стрела не полетела, никого не подстрелила, кого не надо. В худшем случае стрелы бьются просто от бетона. Так ставишь мишень и... Ну, то есть каждый день стрелял? Каждый день, да. Когда ты начинал стрелять, какие ты группы собирал, на какой дистанции примерно? Ну, наверное, сантиметров 20. На каких примерно дистанциях? На 20-30 метрах? На 20 метрах. Я начинал стрелять с 20, и когда группа становилась, наверное, сантиметров так. Ну да. Тогда я переходил уже на 30. На следующую дистанцию. В какой момент ты сказал, я готов идти с луком? До какого ты дошел? Ты попадал ног в ног, стрелу в стрелу, или в какой момент ты сказал, что все этого достаточно, чтобы идти на охоту? В тот момент, когда яблочко, булзай, в моей мишени было как решето, она была полностью выбита уже. Я понял, что я могу. И плюс, когда все было просто доведено до автоматизма, то есть я стрелу вставил, растянулся, прицелился, сделал выстрел. У меня не было никаких паразитичных движений, ошибок. То есть я не задумывался, что мне дальше делать. Когда все было доведено до автоматизма, и я получал желаемый результат, то есть я выбивал яблочко, то я понял, что я могу. У меня был единственный... Мне до сих пор на 40 метров не выставлен прицел. То есть ты даже на 40 не тренировался, то есть ты шел на охоту? Окей, то есть ты шел на охоту, знаешь, что твоя максимальная дистанция 30. Да. То есть я могу, в принципе, стрелять на 40, я знаю, что мне надо чуть-чуть ниже целиться, потому что завышенное. Ну, в принципе, ты можешь и пин поставить. У меня пин чуть-чуть завышен. Ну ладно. То есть, грубо говоря, я знал, что больше 30 я стрелять не буду. Ну, понятно. То есть, понял. Хорошо. Давай вот расскажи нам про ту охоту, про тот день. Это было в начале... В середине января? Да, в середине января. В середине января. Было это... Был относительно, по-моему, тепло. Выдался чудесный... Был тепло? Январский день. Было... Был плюс. Плюс. Ладно. Плюс сколько-то. Плюс сколько-то. Ну, небольшой плюс. Давай, вот расскажи. Вот, значит, засидка. Как ты выбрал место засидки? То есть мы поняли, что ты использовал три стенд. То есть это на деле. Высота какая три стенд примерно? Где-то 15-20. 15 лицефиль. То есть это сколько? 5-6 метров? Ну, скажем, 5-6 метров. Ну, окей, 5-6 метров. Почему не ниже? Почему не ниже? Зачем вообще забираться на самую верхотуру 5-6 метров? Забираемся наверх для того, чтобы олень нас не видел и для того, чтобы наш запах не распространялся. То есть у оленя, как, впрочем, большинства копытных, менее более крупных, у них нет хищника сверху. То есть они не ходят и не смотрят по верхам. То есть достаточно залезть на 5-6 метров, иногда и на 3-4. Но на 5-6 это оптимально. И уже можно сидеть, и олень не увидит. Даже можно плавно двигаться, главное, делать резкие движения, и олень не увидит. Почему-то не залез выше, если следовать этой логике. Давай залезем на 38 метров. Падать страшно. Ну и дистанция увеличивается. А если серьезно, то стрелять неудобно. Получается, что тогда олень у тебя будет, грубо говоря, под самим трейсендом. Вот это очень хороший момент. И тебе нужно будет непонятно какой буквой зю извернуться, для того, чтобы сделать... Дело в том, чтобы этично добыть, например, оленя того же, да и, в принципе, любого крупного зверя, с лука, да и с арбалета. Нужно желательно пробить оба легких. То есть, пробив оба легких, мы делаем максимальный броневой канал, и зверь максимально быстро доходит. И не убегает далеко. То есть, наша цель пробить оба легких. Если мы забрались... Вот здесь вот, например, олень ходит, вот наше дерево. Если мы забрались вот сюда, на верхотуру, а олень стоит вот здесь вот, под таким углом стреляя, пробить оба легких невозможно. Однако, когда мы менее более... Ну, не очень высоко, то есть, стрела, пройдя под углом, задевает вверх ближнего к нам легкого и выходит, пробивая низ дальнего от нас легкого. Это самый оптимальный вариант. То есть, исходя из этого, уже можно сказать, почему не имеет смысла залазить слишком высоко. Но, значит, три стенд понятно. То есть, ты залез, ты использовал навесной три стенд, ты показывал, ты использовал эти приставные лесенки, которые вокруг дерева обматываются ремнем. Когда ты залез на три стенд, ты использовал... То есть, там... Ты использовал какую-то страховку? Да. Я знаю, что он использовал страховку. Ну, в двух словах скажи, зачем нужна страховка. Страховка нужна. Можно использовать ту, которая есть у альпинистов. Она буквально только в... Как это сказать-то? Пояс. Пояс. Ну да. А пах, пояс, а оплатывать ноги. Либо можно использовать специальную охотничью. Альпинистскую я не пробовал использовать, а охотничью... Ну, охотничью. Она и на плечи накидывается, и здесь на бедра. Грубо говоря, они есть как жилеты. Ну да. Много конфигураций есть. Как бы... Зачем это вообще нужно? В азарте охоты... Стесняет движение? Стесняет движение не сильно. Не сильно. Можно в азарте охоты с этого три стенды шагнуть вместе с луком и... И со всей удачей. С шести метров падать в какой-то бурьян, поломать руки, ноги. Ну, давай про азарт охоты. То есть, засидки на дереве использовать страховку... Надо. Надо. Это мы уяснили. Давай следующий. Ты сказал про азарт. Про адреналин расскажи. Вот ощущение. Когда олень появился, ты его издалека заметил или прям моментально он выше как-то был? Я заметил его издалека, и в тот момент уже начал готовиться к выстрелу. У меня засидка оборудована... Упс. Сейчас тебе поломаю. Жалюзю. Следующим образом. Я беру дерево. На дерево вешаю крючок, на который потом вешается лук. Лук я сразу же заряжаю стрелу. И лук вешаю вот в таком вот положении. Соответственно, когда я увидел оленя, я спокойно, медленно снял лук и встал на три сент. То есть поднялся. То есть ты сидел до этого, ты постепенно поднялся. И, собственно говоря, я принял ту позицию, с которой я был готов стрелять. Я развернулся соответствующим образом и просто ждал, пока олень подойдет. Все это заняло минут 10, не больше. Он пощипал травку на расстоянии 40-50 метров. Потом начал ко мне тихонько приближаться. Я дальномером померил до этого. Убедился еще раз расстояние, где у меня будет 20 метров, где у меня будет 30 метров. То есть пока олень подходил, ты совершал всяческие телодвижения? Очень медленно. Очень медленно. Но ты поднял дальномер глаза, посмотрел, еще раз убедился, что ты знаешь, на какой дистанции ты будешь стрелять? Ну, конечно. Все, олень подошел на 20 метров. Какие? Вот адреналин был? Да. Адреналин был. Ну, да. Но как вот ты бы посоветовал, чтобы сделать выстрел, нужно себя максимально контролировать, ну, в меру возможности. Как ты борешься с нахлынувшим этим адреналином, вот этой вот дрожью? Главное, чтобы руки не тряслись. Ну, да. Вот как ты с этим... Потому что вот сейчас кто-то нас может смотреть и сказать, какое... О чем, ребята, вообще говорить? Надо не забывать, что охота с луком, это когда зверь очень близко. То есть, когда... Я сам, нахуй, добывал там тех же оленей с карабина там, с, наверное, 200 метров, ну, там, 180, допустим. Не такой адреналин. Это совершенно другое. То есть, ты смотришь прицел, где-то там далеко, ты наводишь, нажимаешь, бух, все, игра закончена. Здесь 20 метров. Вот там до последнего момента стрела вылетела, и ты еще не уверен, он попадешь или нет, или он прыгнет. Ну да, ну, то есть, вот как вот, какие, какой-нибудь совет дай нам, чтобы вот, как вот ты лично сам боролся с адреналином? Первый раз, когда я добыл оленя с арбалетом, у меня прям тряслись руки, я выдохнул, опять же, очень не спеша, чтобы его не спугнуть. Наверное, какой-то должен быть самоконтроль. Ты должен понимать, что если ты с трясущимися руками навел... Ну, то есть, ты отсюда говоришь, что если вас, извините за выражение, колбасит... Нет, если колбасит, то, наверное, подождать. Подождать, да. Потому что, на самом деле, я не... Он никуда не убежит. Он убежит, но, ребята, у вас есть, там, пять минут для того, чтобы собраться с силами. Олень при этом не понимает вообще, он даже не подозревает, что кто-то на дереве сидит, в него целится. Вы его видите, он вас нет. Да, то есть, времени, как правило, достаточно. Вот, то есть, лучше выждать... Конечно, когда есть только... Немножко успокоиться, да, взять ситуацию под контроль, и тогда уже стрелять. Ну вот. Ну ладно, значит, выстрел произошел. Давай, рассказывай дальше. Куда попал, как попал, что дальше? Ты что-то чувствовал в этот момент? В этот момент у меня был такой полный blackout. Сейчас я потихоньку начинаю восстанавливать события. У меня была ветка, которая, в принципе, мешала сделать выстрел. Она, может быть, играла немножко и в мою пользу, потому что меня не скрывала от оленя, разбивая мой силуэт. И когда олень вышел в нужном месте и стал в нужном положении, то есть, у меня стоял под 90 градусов, я произвел выстрел. У меня светящиеся наконечники, поэтому я видел, как... То есть, уже вечером было делать смерть? Дело было вечером, да. И я видел, куда попала стрела. Я попал в легкое и в печень. Первого оленя, которого я добыл с арбалетом, он побежал вниз с горы, и я не видел, что происходило дальше. Этот же... Ну, первый он, я помню, потому что мы вместе с тобой его искали, было очень холодно, и он отбежал, ну, сколько, максимум 30 метров, 40, если не меньше. Наверное, меньше. Даже меньше, наверное. В этом случае ты попал, все происходило на твоих глазах перед тобой, потому что была поляна перед тобой. Как повел себя олень? Мне кажется, что он до последнего не понял, что происходило. Это действительно так. Почему так считаешь? Я произвел выстрел вместо того, чтобы он начал как-то бешено убегать или биться в каких-то, я не знаю, в агонии. Может, вырежем, если это не надо говорить. Нормально-то есть, так и есть охота. Он отбежал буквально на 15 метров от места выстрела, повернулся и просто стоял. Стоял и смотрел по сторонам, он не понял, что произошло. То есть настолько тихий выстрел из лука, даже по сравнению с арбалетом, ну, я не говоря уже про огнестрел. И я где-то читал, что олени, в тот момент, когда у них попадает стрела, они не понимают, что происходит, они делают свой последний вдох, и потом... лёгкие уже больше не работают, как надо. Соответственно, он отбежал, постоял меньше, чем 30 секунд, а потом его начало пошатывать, словно он опьянён. Ну, потому что он всё это время терял кровь, и давление падало. То есть он начал чувствовать усталость. Да, и потом он просто сделал последний небольшой рывок куда-то, даже не рывок, а он просто попытался куда-то идти. Он лёг и уснул. То есть я действительно был поражён, насколько это... Мы сейчас говорим про этику, но это действительно этично. То есть олень не понял, что произошло. Ну да, дело в том ещё отчасти, что у зверя, в большинстве случаев, болевой порог не такой, как у человека. То есть когда стрела ему пробил лёгкие, естественно, он что-то почувствовал. Но это не такой шок болевой, как, допустим, когда, я не знаю, я не буду сравнивать с человеком, но даже с огнестрелом взять, то есть стрельнуть в него, перебить ему, я не знаю, кость какую-нибудь, это он почувствует гораздо сильнее, чем бритвенный лезвенный наконечник, который проходит... Да, он, может быть, там перебил одно ребро, но он проходит сквозь лёгкие. Зверь больше пугается щелчка-выстрел, чем укола. И потому что, когда отходит на небольшое расстояние, он просто стоит, не понимает, что только что произошло, в это время он теряет кровь, падает давление, он чувствует усталость, он понимает, что он сейчас, что ему надо... Он чувствует себя не очень хорошо, ему нужно вскрыться, где-то переспать, переждать, он пытается идти в сторону каких-нибудь ближайшего укрытия кустов, и в этот момент воздух в системе заканчивается, и он падает. То есть примерно так вот все произошло. Но на самом деле, параллельно с этим, мне шли смс-ки, потому что одна смс-ка за одной, по одной фразе, класс, да. Добыл, что-то еще. То есть даже вот читая смс-ки, я вот чувствовал восторг вообще нереальный. Вот, собственно, как ты считаешь, охота с луком... То есть, понятное дело, что все, что мы описали, охота с луком, она труднее, чем взять оптику, нарезное оружие с оптикой, добыть зверя таким образом, на расстоянии, там, я не знаю, 200 метров. Но ощущение от добычи трофея таким образом, они ярче? Ну, я олени не добывал с расстояния 200 метров. Ну, значит, все впереди еще. Ты, кстати, планируешь охоту с обестрелом? Может, мы будем снимать, но я надеюсь. Ну, может, даже поснимаем, да. Я добывал до этого, до того, как перешел в арчи, я добывал с нарезного. Но, естественно, это добыча, это мясо в холодильнике, это все как полагается, но все равно вот это вот какое-то ощущение какого-то преодоления чего-то, какой-то там вот, я не знаю даже, как правильно сказать, но это достижение какого-то нового уровня, что ли. В этом что-то есть. Ну, ладно, давай. Я тут маленькое такое отступление хотел сказать. Ты прямо рассказал про охоту с луком, как про что-то такое вот. Одеваешь нимб, берешь лук и начинаешь охотиться. Ну, не совсем так, потому что... Ну, оно немножко звучит так. Ну, вот какие-то новые ощущения. Да, новые ощущения, но... Кому-то, наверное, больше нравится охота с нарезным. Кому-то нравится... С обестрелом. Ты знаешь, я соглашусь. Кому-то с луком. Это все охота. Если вас что-то приводит в лес на охоту, то это уже круто. Все правильно. А потом каждый выбирает себе... Я тебя опять перебиваю. Нет, нет, нет. Я просто... Ты все правильно говоришь. Я просто... Знаешь, моя философия такая. Для меня вот как-то так вот охота с луком или арбалетом это одиночная охота больше. То есть ты поставил себе цель, ты говоришь, я смогу перехитрить зверя, правильно просчитать ветер. Ну, да. Сделать... И самое главное взять контроль над собой. Охота с ружьем это больше... Это компания. Это вот... Это же ведь тоже круто. Это офигенно. Это здорово. Когда ты хорошей компанией, когда отправляешься, будь то загонной охотой или там с подхода, когда ты группой друзей охотников добываешь, тут уже... Тут ты добыл мясо, и тем же вечером сразу же там на костре, на гриле начинаешь его есть, и ты рассказываешь, ты делишься впечатлениями. То есть огнестрел для меня. Это больше такая охота коллективная. А вот лук, арбалет, это индивидуально. По крайней мере, так для меня. Ну, ладно. Философию не будем разводить. Давай, перейдем. Добыл. Он, олень, дошел. Тут ты мне позвонил, написал смс-ки. Я подъехал, подошел. Мы его разделали. Ты увез мясо домой. Что дальше с ним случилось, с этим мясом? Во-первых, сколько там... Я тоже знаю, потому что, на самом деле, вот, пожалуй, из всех тех... Вот сезон у нас уже идет несколько месяцев, и много оленей добывалось. Я парочку добывал, ты добывал, друзья мои добывали. Вот это, пожалуй, была самая крупная. Оз, плюс всех... Учитесь! Везет новичкам и алкашам. Ну да. Давай, кстати, чайку с тобой за это дело выпьем. Давай. Здесь не чай. Уиски? Да нет, чай. Но много мяса было. Не знаю, сколько я не взвешивал. У меня постоянно... Мой отец, например, не смотрел. Ну, сколько там взвесил, сколько получилось? Я говорю, да я не знаю, если честно. Я не взвешивал. Но мяса много. Что ты с этим мясом делал? Приготовил, раздал друзьям, дал попробовать. Расскажу рецепт. Давай сначала... Ну, давай, расскажи, что ты вот самое интересное блюдо... Потому что я знаю, что мяса много, и, в принципе, можно экспериментировать. Я, на самом деле, не такой уж прям кулинар, но я уже так научился и пельмени, и котлеты, и все остальное. Потому что, когда много мяса, и хочется, есть желание экспериментировать, то почему бы и нет? Ну, в общем, хотел тебя спросить, какое вот все, что ты попробовал приготовить, что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось его тушить, запекать. Давай, рассказывай. Рецепт очень простой. Берется кумпяк. Можно лопанка, можно кумпяк. Что такое кумпяк? Задняя часть. Ляшка. У нас в Беларуси это называется кумпяк. Хорошо, ладно. Ну, давай. В общем, берется кусок мяса на кости. Желательно на кости. Нет смысла его и обдирать от кости, свежевать, обдирать. Соль, перец, кусок мяса промариновывается буквально 15-20 минут. В это время нарезаешь крупными кусками лук, морковку, и есть такой зеленый лук, толстый, лук, корей, наверное. Его нарезаешь, берешь большую какую-нибудь... Тушилку. У нас называлась дома, утятница мама называла. Такая здоровая какая-нибудь тушилка. Можно порезать сало туда, сделать такую обжарку из сала. Туда загружаешь все овощи, овощи обжариваются, достаешь овощи, кладешь туда кусок мяса, обжариваешь со всех сторон, чтобы он покрылся такой румяной коричневой, коркой, догружаешь овощи, заливаешь туда бутылку красного вина. Отлично. Конечно. Пока заливаешь туда бутылку красного вина, ты наливаешь себе маленький бокал, пьешь вино, чтобы было вкуснее готовить, и заливаешь куриный бульон. Можно туда еще подрезать немножко грибов. Если сушеные грибы, они, скорее всего, будут сушеные, то сначала их отпариваешь в воде, и потом туда их закидываешь. Добавляешь еще соль и перцы и каких-нибудь травок по вкусу. И долго тушится потом? Или в духовку ставишь? Ставишь в духовку на 300 градусов, я ставил на 3 часа. 300 градусов Фаренгейт? 300 градусов Фаренгейт. Надо перевести будет в Цельсию. Понятно. Что сказала жена, когда попробовала? Жена сказала, что я не могу есть мясо, мне как-то немножко... То есть она пока не прониклась? Она прониклась почти, но говорит, я не могу оленину есть каждый день. Она почему-то говорит, что мне больше нравится корова. Нет, ну это да, это дело такое, то есть это каждому свое на вкус и цвет товарищей. Нет, ей понравилось, все классно. Приходили гости, пробовали, все говорили, говядина, да. Я никому не говорил, что олень. Ну как бы я так до этого прозондировал, почву узнал, что там не против либо съесть. Не-не-не, не против. Ну, значит, адекватно. А сын балдеет. Единственное мясо, которое он мне с удовольствием. Реально? Да, я его подсадил на это и говорю, смотри, вот я сходил на охоту, добыл, сам добыл мясо, вот давай пробовать, это мужское мясо. Такой, да, вкусно. И давай, прям кусками берет и кушает. Очень вкусно, действительно вкусно. Пробовал из бэкстрайп делать стейки, с вырезки, которая со спины. Ну да, да, со спины. Полинвицца? А, я не знаю. Ну ладно. Я тоже не знаю. В общем, короче, такие вот идут сзади две мышцы. Их нарезаешь как стейки. Пробовал, зажаривал. Тоже очень вкусно. Ну, жестковато. Не жестковато, просто я не научился еще правильно готовить. Ну, в общем, я готовлю, когда так. Я режу кусочки, где-то может сантиметра два толщиной. И на раскаленной сковородке, чтобы потом я вытираю, значит, масло со всей кухни, обжариваю, чтобы оно прожаривалось, но не максимально, чтобы внутри все еще было розовое. Да. Ребята, стейки не жарят и их не тушат. Их просто на раскаленную сковородку кидают с двух сторон. Обжариваю. Так, ну, значит, спонсором сегодняшней передачи СМАК явился. Ладно. Давай. Следующая охота. Во-первых, какие у тебя планы на последующие охоты? Вот, что мне интересно. То есть, ты попробовал арбалет, ты попробовал лук, ты успешно отохотился арбалет, ты отохотился, сказал, что будешь с огнестрелом еще в этом сезоне пытаться добыть. Благо, у нас еще сезон открыт. Что бы ты хотел дальше? То есть, ты планируешь на белохвостых оленях как бы сосредоточиться или ты будешь добавлять какие-то другие животные, животных и расширять? горизонт свой? Конечно же, будем расширять горизонт и будем путешествовать, будем искать новые места, искать новые приключения, добывать. Если повезет, то будем добывать. Если не повезет, то все равно хорошо. Побыли на природе, посидели, поговорим. Главное, удочку с собой брать, чтобы рыб всегда поймать. Ну, хорошо. Ну, ладно. В плане охоты конкретно с луком назови то, над чем ты бы хотел, вот лично, ты бы хотел работать. То есть, ты знаешь, что ты не до конца освоил вот этот момент. Что это за момент? Есть ли такой, есть вообще? Конечно, есть. Давай. Охота с луком, рыбалка на хвостом, это всегда какие-то эксперименты. Я вот смотрел на видео, оказывается, есть такая штука, одевается на тетиву, называется кисер. Говорят, здорово помогает. Я когда лук покупал, поинтересовался у дядек, мне говорят, не, не надо режеть. Ну, то есть, это такая штука, которая в прикладке позволяет тебе еще одну точку соприкасания. То есть, у тебя получается, когда растягиваешься, три точки. Здесь челюсть нижняя, уголок рта и нос. Ну, понятно. То есть, с тремя точками ты максимально... Вроде как. Это тебе позволяет все время делать одну и ту же прикладку, то есть, держать форму. Это позволяет, как бы, Вроде как говорят, что это так. Может быть. То есть, ты хочешь попробовать. Надо пробовать, надо экспериментировать. Ну, хорошо. А там уже посмотрим. Ну, ладно. Ну, все, заканчиваем болтологию, пошли на охоту. Заканчиваем. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, давай. Тема белохвостых оленей для меня очень близка. Это моя любимая охота. Будь то охота с огнестрелом или с луком, или с арбалетом, неважно. Я довольно давно занимаюсь охотой на белохвостых оленей и довольно много совершил ошибок в свое время, но и много чего уже узнал и много чему научился. Поэтому, если вы не против, я эту тему буду не рад еще поднимать в своих будущих эпизодах в рамках подкаста 1% удачи. Еще раз всех вас благодарю за то, что вы смотрите и слушаете. Если вы... Если у вас нет времени смотреть этот эпизод, на ютубе, то вы можете скачать его в форме подкаста и слушать его в аудио формате. Будь то по пути на работу, в метро, в машине, или во время пробежки или прогулки на улице в наушниках. А если же вы слушаете этот подкаст и не смотрите, то вы многое выпускаете. Вы можете посмотреть видео, версию этого подкаста на моем канале в ютубе. Я ссылку дам в описании к этому выпуску. Ну и по следующим всем выпускам тоже. Еще раз благодарю вас за то, что вы смотрите и слушаете. И да, до скорых встреч в новом эпизоде. И самое главное, не забывайте, что успех на охоте всего лишь на 1% зависит от удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова